Семаргл. Славянский бог первородного огня и плодородия. Бог-вестник, способный объединять и умножать силы всех сварожечей. Чаще всего Семаргла изображали в облике большого крылатого пса, за которым оставался огненный шлейф. На самом деле функции этого бога, незначение самого слова Семаргл до сих пор до конца не выяснено. И правильность написания имени по-прежнему остается загадкою, так как в различных источниках написано по-разному. Семаргл. Семаргл. А иногда вообще разделяется на два имени Сима и Регла, что приводит читающих людей вообще в ступор. Это один бог или два разных? Данные факты свидетельствуют о том, что переписчики рукописи до конца не понимали, что это за имя и, соответственно, божество. Но постараемся составить описание Семаргла, бога огня, из доступной нам информации. По одной из версий, Семаргл, огнебог, является первым сварожечем, то есть старшим сыном сварога, рожденным от удара небесного молота, об алтынский камень. По другой версии, Семаргл является вторым после Хорса сыном бога-кузнеца. Однако, практически все исследователи древнеславянской культуры сходятся на том, что Семаргл, наряду с рожденными гораздо позже Перуном и Велесом, относится ко второму поколению. То есть, к поколению, которое наши предки называли боги-сыновья. С Семарглом связано множество легенд, повествующие о том, как он неоднократно помогал тому или иному богу, сварогу, Перуну, в битве с силами тьмы. Долгое время до рождения Перуна Семаргл выступал в роли главного защитника прави. При этом, по всей вероятности и воинской доблести, он не уступал Перуну. Однако, в отличие от остальных богов, Семаргл имел две отличительные черты. Он, во-первых, достаточно часто выступал в роли вестника богов, передавая в мир Яви ту или иную информацию. Во-вторых, Семаргл имел уникальную способность концентрировать в себе и усиливать мощь всех богов. Если Семаргл появлялся на поле боя, то мощь Ясуней многократно возрастала, и они обязательно побеждали. Семаргл, огнебог, вместе со сварогом участвовал в изначальной битве света и тьмы, которая раз и навсегда очертила границу славянского мира, четко отделив друг от друга правь, явь и навь. По некоторым легендам, вместе с этими богами в битве также участвовали Стрибок, Дашьбог и Хорс. Семаргл Сварожич, то есть сын сварога, исконно почитался славянами наряду с Перуном и Велицем. Нередки средневековых хроников, например, в славянских хрониках Гельмольде, упоминание о том, что кумир Семаргла всегда ставится по правую руку от кумира Перуна. В связи с этим фактом и при учете множества боевых сцен, в которых участвует Семаргл, логично предположить, что этого бога также считали покровителем битв и воинов. Кроме того, Семаргла почитали как бога Луны и огненных крат. Сохранились сведения о том, что Семаргл мог менять свой облик. Иногда он представал перед людьми в виде молодого или немолодого воина, окаймленного языками чистого пламени. Но гораздо чаще Семаргла видели в облике большого крылатого пса, за которым оставался огненный шлев. Именно изображение Семаргла в виде пса считается наиболее верным.